В моей молодости было сложно себе представить прокрастинацию. Почему? Потому что не было никаких развлечений, не было никакого переизбытка информации. Если ты хотел какую-то информацию получить, ты должен был читать книгу. Ну, так себе прокрастинация на самом деле. Это уже работа и уже труд. Кино, фильмы и так далее. Их показывали определенные дни недели по телевизору, и, в общем, они не стоили того, чтобы дать на них время и так далее. Поэтому, конечно, раньше людям было значительно проще и ставить цели, и добиваться их. С одной стороны, потому что не было отвлекающих факторов, а сейчас их просто бесконечное множество, потому что крупные компании торгуют нашим вниманием. Самое дорогое, что есть на медиарынке, это внимание зрителя. И, соответственно, огромное количество структур, производящих контент, неважно, блогер это или какой-нибудь Дисней, они конкурируют за наше внимание, чтобы его перепродать. Это огромное количество отвлекающих факторов. Вот как в таком мире вообще как-то собраться, это вопрос. И это огромный вызов на самом деле. Когда BBC снимал фильм про Баффета и Гейтса, они дружат, им задали один и тот же вопрос, на который они должны были ответить одним словом. Тот и другой написал на бумажке. Открыли бумажки. Фокусировка. Два на тот момент самых богатых человека в мире объяснили, почему они добились этих результатов. Фокусировка. И, конечно, среди их сыровесников есть и спившиеся, и сыгравшиеся, и пропавшие, так сказать, вообще непонятно где. Но фокусировка. Это всегда было важно. Сейчас просто это очень трудно. Сейчас можно выбирать любой путь. Я просто думаю, что фокусировка и реализация себя в каком-то деле – это для человека возможность изменить самого себя. Мне кажется, что это самое важное. Потому что сначала нас действительно формирует среда. Но по мере того, как мы становимся взрослее и узнаем, что нам соврали, а нас воспитывали на всяких иллюзиях, фантазмах и так далее. И когда мы понимаем, что нам соврали, кто-то ломается, а кто-то понимает – значит, я должен найти правду. Значит, я должен понять, как действовать. И это его внутренний рост. И это вызов, с которым встречается каждый. Но принимают его далеко не все. Но те, кто принимают, у тех открываются перспективы.